Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях минувшего торгового дня. Ну и в принципе о тех настроениях, которые сложились на площадках и настроения, которые оказывают влияние на наши торговые идеи. Друзья, мы вчера очень правильно сделали акцент на угрозу распространения китайской инфекции, вируса, который уже, к сожалению, привел к ряду летальных исходов. Более 10 жертв уже, опять же, по той информации, которую удалось нарыть мне перед подготовкой к брифингу. Соответственно, это влияет на рыночное настроение, потому что сейчас период фактически выходных в связи с лунным Новым годом. Я отметил, что это пик туризма. Собственно, люди приезжают в Китай, также китайцы в этот период путешествуют. В общем, такой естественный способ распространения, он фактически и сейчас сгущает краски, накаливает страсти и для нас является поводом, из-за которого мы, в принципе, констатируем, как и все эксперты, тех, кто следит за площадками, что это очень сильно сказывается на динамике рисковых инструментов. Честно говоря, эти опасения, они обоснованы. Есть в истории прецедент такого же характера. Я напоминаю про кризис пандемии SARS. Это та самая типичная пневмония 2013, точнее, 2003 года, когда жертвами ее стало около 800 человек. И важное наблюдение, что тогда Гонконг впал в состояние технической рецессии. Как, собственно, этот фон может повлиять на те же самые котировки нефти? Да очень просто, друзья. Ну, во-первых, мы говорим то, что, конечно же, такого рода опасения, они провоцируют трейдеров снова на более высокий повышенный спрос в отношении защитных инструментов, о которых вы все прекрасно знаете. Ну, вот касательно нефтянки, хочу привести в качестве доказательства влияния на рынок очень хорошие статьи Goldman Sachs, в которой они проанализировали со ссылкой на Международную ассоциацию воздушного сообщения динамику того, что происходило с авиаперевозками в тот самый 2003 год. Тогда спрос, опять же, на авиабилеты просел больше, чем на 10%. И тоже интересное наблюдение, что, друзья, очень сильно коррелирует вообще показатели нефти с ценовой динамикой на реактивное топливо. Разумеется, при снижении спроса на авиаперевозки это отражается на спросе на топливо реактивное. И мы можем сделать вывод из-за вот этой корреляционной природы, что логичным образом должна снижаться и нефти. Повторюсь, что Азия это вообще регион, который генерирует основной спрос на углеводород. Да и если есть предпосылки говорить о каких-то проблемах с ним со стороны этого региона, значит, у нас есть причина, по которой мы видим медвежий фактор для котировок черного золота. При этом, друзья, я не хочу уходить в какие-то совсем далекие перспективы. Я очень надеюсь, что ситуацию удастся взять под контроль в самое ближайшее время. Поэтому принижать значимость того самого фона, который ранее мы использовали для покупок нефти, тоже не стоит. Просто сейчас нужно потерпеть, прежде чем рынок переварит весь новостной фон, связанный с вероятным распространением больших масштабов географических вот этой инфекции. Когда эта тема окажется в прошлом, мы переключимся снова на привычные для нас фундаментальные факторы, позитивные. Это сделка США и Китая, данные по запасам. Кстати говоря, я не отказываюсь от аргумента того, что до конца этой недели, когда выйдут данные по запасам, это в четверг произойдет, а в случае их снижения котировки смогут получить поддержку. Сейчас по уровням 63.59 на данный момент котируется бренд на такой отметке. После экспирации нам понадобится чуть больше времени, чтобы снова вернуться в район 65 и выше. Те, друзья из вас, кто не открывал сделки ранее, сейчас, конечно же, из-за того, что я сказал касательно вирусной инфекции в Китае, сделки открывать не стоит вообще ни в каком направлении. Те, кто держит длинные позиции, друзья, я вместе с вами слежу за тем, что происходит на рынках, также в длинных позициях. В общем, удерживаем ланги и рассчитываем на то, что вот этот спад, как следствие ухода от риска, он не будет сильно продолжительным. Дальше идем. Доллар иена 110.03. Американская валюта снова выбралась в лидеры. В данном случае я уверен, что спрос на доллар отчасти отражает также вчерашнее выступление Дональда Трампа на экономическом форуме в Давосе. В частности, Трамп отметил, что США находится сейчас в состоянии экономического бума. Действительно, очень много комплиментов было сказано лично его президентству и влияние этого самого президентства на экономику. Там от ситуации на рынке труда, лучшие показатели за последние 60 лет до экономического роста. Также Трамп прокомментировал ситуацию относительно второго раунда переговоров. Якобы он ожидается очень скоро. Непонятно только когда, ведь буквально сам он делал заявление о том, что второй раунд состоится только лишь после президентских выборов. То есть, друзья, получается лишь в конце 2020 года. После Трампа выступал Стивен Мнучин, который является главным казначеем США. Он также продолжил риторику Трампа и еще, скажем, сделал массу комплиментов американской экономике и ее текущему состоянию. В целом, по новостному фону, лишь, скажем, такое тотальное переключение сейчас трейдеров на ситуацию с распространением вируса в Китае может заставить, скажем, японскую иену очень сильно укрепиться. Но на данном этапе этот интерес пока что более-менее сдержан. И мы можем все-таки говорить про превалирующее значение для именно американского доллара. Поскольку пара находится на отметке 110, ничего страшного не произошло. Мы ждали давно этот уровень. Мы верили в то, что он будет достигнут. Теперь главное от него толкнуться и пойти, друзья, выше. Евро против доллара 1.1083. Локальный хай вчерашнего дня 1.1117. Но после вы видите, что евро сильно просел. Я был, кстати говоря, очень удивлен вчерашним отчетом по ЗЮ, поскольку индекс бизнес-оптимизма по Германии вырос вдвое с 10, даже в 2,5% с 10,7 пунктов до 26,7 пунктов. Соответственно, странные цифры, учитывая то, что ранее по Германии мы с вами говорили о спаде промсектора больше, чем на 6%. О падении продаж автомобилей на 25%. Непонятно, на чем базируется этот оптимизм. Если у вас есть мнение, можете высказаться в поле с комментариями по брифингам. Ну и, соответственно, ЗЮ по еврозоне, я думаю, что как следствие улучшения ситуации по Германии, также показал более лучшее значение. Тоже такое же недоумение. Я не верю в сильную европейскую статистику. Я верю в то, что уже завтра Кристин Лагард может анонсировать какие-то новые меры экономического стимулирования. Не сейчас, а вот в плане последующих заседаний. Соответственно, это должно привести к еще большим распродажам евро-доллара. Наша ближайшая цель, вообще цель до конца недели, это отметка 1,10. Фунт против доллара 1,3053. Соответственно, я давал вам рекомендации, что где-то рядом с этими уровнями нужно искать точки входа для продаж. Я держу давно короткие позиции, потому что уверен, что последний фундаментальный фон от индекса потребительских цен до экономического восстановления через слабость промсектора оставляет возможность, чтобы 30 января в следующий четверг Банк Англии снизил процентные ставки. 31 января, повторюсь, Англия выйдет из состава Европейского Союза, и после этого начнется продолжительный период согласования сделки торговой с странами Европейского Союза. Это период неопределенности, который мы будем использовать для того, чтобы притопить еще больше позиций фунта, отправить его к отметке 1,28. Ну и, как я говорил ранее, скорее всего, с этого уровня, который мне кажется очень привлекательным, я буду рассматривать уже длинные позиции. Золото 1551 с этих уровней в долгосрок можно заходить, учитывая, что ряд геополитических рисков в рамках 2020 года, и все они могут привести к укреплению котировок этого инструмента. Австралийц против доллара 0,6841 мы снижаемся, друзья, хорошо зарабатываем. Думаю, что до конца этой недели окажемся ниже 0,68 о причинах распродаж австралийца, я говорил ранее. И сегодня также в центре внимания будет канадский доллар, потому что мы ждем решения по процентной ставке. Мы ждем 18.00 по московскому времени, далее в 19.15 пресс-конференция Стивена Полдза, руководителя Банка Канады. Я считаю, что сейчас нет какой-то острой необходимости для снижения процентной ставки, поэтому, как и отмечалось, по факту сегодняшнего заседания канадец может неплохо укрепиться. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, всего доброго, до свидания.